Войны-афганцы отметили 33-ю годовщину со дня вывода советских вооруженных сил из Афганистана. 15 февраля ветераны, семьи погибших и все небезразличные одесситы пришли к памятнику воинам-интернационалистам, что в парке Шевченко, дабы возложить цветы и отдать дань памяти всем погибшим в той страшной войне. Побывал на торжественном возложении и мой коллега Василий Базовлук. Каждый год 15 февраля воины-афганцы собираются вместе, чтобы вспомнить друзей, родных, близких, тех, кто под вражескими прицелами добросовестно исполнял свой международный долг в песках далекого Афганистана. Именно в этот день, 33 года назад, в 1989-м, эта тяжелая война была завершена и воинам-интернационалистам разрешили вернуться на родину. Почитая память тех, кто погиб в афганском аду, одесситы возложили цветы к подножию памятника воинам-интернационалистам. Ветераны, пройдя все ужасы войны, никому не желают заглянуть в ее глаза. Я думаю, сейчас настоящий момент, такая точная ситуация и у наших границ восточных нашего государства. Но все-таки я думаю, что благодаря тому, что мы показываем уже в настоящий момент свою силу, я думаю, это должно остановить тех людей, которые замышляют о проведении и осуществлении нападения на территорию Украины. Поэтому наше присутствие, то, что мы сейчас делаем, мы показываем и хотим показать и жителям Одессы, и Украине, и всем жителям Украины о том, что мы сильны, мы едины, мы пришли, мы помним, мы знаем и мы готовы оказать достойное сопротивление. Именно 15 февраля войны-интернационалисты вспоминают страшные дни в чужой стране, рассказывая о пережитом. Решение о вводе ограниченного контингента войск в Афганистан было принято 12 декабря 1979 года. Так началась долгая афганская война, продолжавшаяся 9 лет, 1 месяц и 22 дня. Поставленной задачей было оказать помощь правительству Афганистана в урегулировании внутриполитической ситуации. Эта братская рука помощи обернулась гибелью десятков тысяч советских солдат. В разы больше было искалеченных, пропавших без вести, пострадавших от афганского синдрома физически, психологически и морально. Война есть война. Там была настоящая война. И ребята проявляли чувство, героями были, очень много героев. А самое главное, выполняли там свой долг. И сейчас многие могут говорить там разные вещи, что там оккупанты, не оккупанты. Мы выполнили там свой долг, присягу свою выполнили. Мы дали присягу родине, той нашей родине, она всегда оставалась. Присягу дают один раз в жизни. И все ребята ее достойно выполнили. Достойно выполнили. И с достоинством вышли. Тогда, мы тогда все молодые еще были. Что говорить, нас вообще забирали, нам 18 лет было пацанам. Мы еще не знали, что такое. Мы исполняли свой долг. Долг перед родиной. Мы там, да, мы приезжали, помогали афганскому народу. Там и школы строили, там все, помогали людям, чтобы они жили более-менее нормально. Там не как осталый народ был в то время. Мы все старались сделать для улучшения их жизни. Память о погибших и пропавших без вести в страшной афганской войне не угасает с годами. А для самих ветеранов-афганцев боевое братство имеет свой особый смысл. Во-первых, это дань уважения к тем ребятам, которые сегодня не с нами, которые погиб в Афганистане. Я считаю, что то, что я каждый год, я не пропускаю ни одного дня, 15 февраля. Как пришел первый раз сюда, когда памятник поставили, так каждый год я прихожу, положу цветы тем, кто погиб. Это дань памяти ребятам, которые не вернулись с Афганистана. Ветераны Афганистана – это герои вне времени. Люди, которые не осознавали, куда и зачем отправляет их правительство. В такие дни, как 15 февраля и 24 декабря, для этих людей особенно важно получить искренние слова сопереживаний и поддержки. Уже традиционно, с наилучшими пожеланиями, к воинам-интернационалистам обратился почетный гражданин города Одессы Сергей Кивалов. В нынешнее напряженное время – главное пожелание для всех – мир и здоровье. Не вернулись из Афганистана свыше двух с половиной тысяч наших земляков. Из них 220 – представители Одесской области. Многим одесситам повезло вернуться домой живыми. Подчиняясь воинскому приказу, они служили мужественно, исполняя свой долг и заслуживают глубокого уважения. Поэтому в этот день мы отдаем дань уважения тем, кто проявил стойкость и героизм, самоотверженность и силу духа. Поэтому в храмах каждый год служат панихиды памяти погибших. Я желаю вам, дорогие ветераны, самого главного – здоровья и мира. Пусть будет мир в ваших семьях и в нашем Большом Общем Доме – Украине. Для всех афган стал полосой отчуждения, невзятым рубежом, неизжитой обидой. Уже четвертое десятилетие, как завершилась эта война, но она все еще будоражит души тех, кто прошел ее дорогами десантников, танкистов, водителей, пограничников и тех, кто не дождался своих родных и близких. Нам следует помнить историю, вынести для себя урок и не допускать повторения, решая конфликты исключительно дипломатическим путем. Василий Базовлук, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».